Уже очень давно я собираю информацию о том, где можно половить хорошего крупного карася Дело в том, что у нас в регионе хорошего крупного карася его вообще в принципе мало Просто потому, что у нас холодно, у нас холодно и эта рыба у нас не распространена Так как, допустим, в Челябинске или там в Астрахани или еще в каких-то других регионах Так вот, по достоверной информации, то место, куда мы сегодня едем Там водится и клюют периодически караси весом до полутора килограммов С точки зрения именно поплавочной рыбалки, карась весом в полтора килограмма это самый настоящий трофей И поймать такого это великое счастье и очень большое удовольствие Собственно говоря, ради этой, пусть призрачной, но перспективы я сегодня должен буду проехать примерно 150 километров и попасть на реку И там мы будем с вами рыбачить Дорога все луже Но я надеюсь, что все-таки у меня получится доехать до того места, куда я намечал Смотрите, какая красота Я прямо из машины могу есть облепиху Классная, спелая Красота Такая вот тут речка Берега, конечно, немного подзагажены Но, тем не менее, видно, что рыбаки здесь есть Что люди тут рыбачат Так что будем где-то устраиваться Рыбы много Рыбы вон, прям, целые тучи ходов Тучи малька На поверхности стоит большая стая уклейки Так что, наверное, как-то нам придется пробивать от убель и ловить у дна Нашел тут на берегу закидушку Такую вот Вытащил на берег Фидерная кормушка и достаточно большой крючок Пока оставлю здесь на месте, потом смотаю Родное местечко тут есть Камышки И, в принципе, вот сюда можно кирять Присутствует небольшая тяга Не знаю, будет ли на ней карась Но, в принципе, попробовать можно Основные вещи, необходимые мне для съемки И для рыбалки Я словил в один рюкзак Удочки у меня здесь Все Сейчас будем уже промеряться И начинать рыбачить И, в принципе, вот здесь Рогульку я установил, сейчас я на нее размещу шестиметровую удочку И попробуем промерить глубину, прикинуть, как тут вообще будет сносить поплавок, не будет его сносить И уже определимся с оснасткой И сразу же закормим и посидим какое-то определенное время в надежде получить первые поклевки В прошлый раз у меня спрашивали, что это за чехол Ребят, не знаю, что это за чехол, покупал в рыбацком магазине Я не заказывал, просто пришел и купил Удочка вот такая вот, хиробуна, шестиметровая, карповая, достаточно мощная Сейчас мы ее попробуем разместить сначала, как она у нас станет на рогульку И потом уже на нее сделаем оснастку Сейчас я настроил оснастку с ночным светящимся поплавком таким образом, что у меня поплавок получается заякорен И рыба, если она будет клевать, то она будет клевать на подъем То есть антенка поплавка будет выходить кверху И сейчас моя задача сделать еще одну оснастку Но уже с дневным поплавком И точно так же ее настроить В качестве основной лески я возьму флюрокарбон 0,2 мм Вот такой вот На его кончике я формирую большую петлю И затягиваю ее Затем на эту большую петлю я продеваю резиновый стопор И получается у меня вот такая вот система И здесь дополнительно делаю еще одну петлю Маленькую для того, чтобы мне можно было эту систему легко потом снимать с кончика моей лунки Дальше получившуюся оснастку я вот таким вот образом формирую удавкой И одеваю на кончик удочки Вот так вот это дело затягивается Вот И этим стопорком я поджимаю удавку Вот так вот И все Теперь отмеряем длину лески равную длине удочки Я отмерил леску по длине удилища Теперь моя задача закрепить коннектор для поплавка Крепится он двумя силиконовыми стопорами Один стопор на леску Теперь Второй стопор на леску Дальше вот такой вот коннектор В который поплавочек будет вставляться Одеваю также на леску его Дальше опять стопор И еще один стопор Вот так вот у меня будет крепиться поплавок Поплавочек я возьму вот такой вот Достаточно большой грузоподъемностью Такой поплавок длинный И крепится он вот таким образом Берется смачивается кончик И вот сюда засовывается Вот так все Поплавок отсюда никуда не денется Потому что он очень легкий И вы просто не сможете никакое такое движение сделать так Чтобы его отсюда выдернуть Вот так Дальше Ставим Еще один Стопор И еще один Резиновый стопор Дальше Мы ставим вот такую вот штуку Это трубочка Для Наматывания свинца Чтобы леску не травмировать Так вот трубочку поставили И еще два Стопора И теперь на эту штангу Мы будем наматывать Грузило Получается Гружать наш поплавок На кончике Нам надо будет сформировать Обычную петельку Которую мы будем Которую мы будем Крепить поводок В общем вот так вот Петля в петлю У меня здесь идет Поводок с двумя крючками Точнее два Поводочка Они примерно Одинаковой длины Потому что ловить мы будем Со дна И сейчас Вот в это вот место Надо будет закрепить Дробинку подпасок Которая будет Как бы якорь Лежать на дне И когда рыба Будет поднимать Получается крючки с насадкой Она будет отрываться От дна Дробинка И поплавок Будет всплывать И мы будем Подсекать Но Перед этим Нам надо Огрузить поплавок Так чтобы он у нас Торчал из воды Вот так В общем поплавок У меня Огружен Так что у меня Практически вся антенна Торчит из воды Сейчас я поставлю Подпасок И он будет топить У нас полностью Подпасок Мы будем якорить На дне Поплавок У нас жестко Заякорен Стоит на одном месте Несмотря на течение Вот Соответственно Крючки у нас Лежат на дне Сейчас в этом месте Будем производить Закорм И потом Уже насаживать Насадку На крючки Замешаем Небольшое количество Корма Крупную и мелкую Фракцию Увлажну ее Сильно Чтобы она У меня упала на дне Вот Крупная Фракция Фракция Сильно Увлажнил Прям сильно Чтобы в дно Чтобы Никакой Мелкой Уклейки не было И Сейчас будем Лепить шары И Отправлять все это дело На поплавок Ну Сейчас Замешаем Тесто Это Самодельное Тесто Такая Кажется Обратно Натачу Продолжение следует... Так, ну вот попалась первая рыбка, мелкая платочка, клюнула классически с подъемом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, пока что абсолютно безрезультатная картина. Поймал две мелких рыбки. Сейчас поставлю кукурузу и буду ждать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Елец на кукурузу... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 здравствуй дорогой здравствуй вот он и попал тот за кем я сюда приехал какая осторожная поклевочка была вы бы видели это капец его блин фиг возьмешь такой грамм 250 пришли сумерки пришли и карасе ура первый вот опять тащил куда-то давай давай вкладывай вкладывай давай 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 вкладывай вкладывай нет все таки топит по чуть-чуть есть да это карась наверно да карасик но это не крупный это не крупный вот он странно почему он клеет только ночью на один крючок одно тесто пробую сейчас насаживать второй крючок самодельная самодельная решил в общем я сейчас поменять поводки потому что на этом садящемся поплавке у меня идут поводочки они вот такие вот коротенькие и заметил такую ситуацию то что начинают приподнимать и бросает вот 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 поэтому решил поставить поводки чуть-чуть подлиннее потому что судя по всему карась здесь очень сильно осторожно вот так подойдет килограммовый карась и и выплюнет будет обидно так что поводки поставлю чуть-чуть подлиннее чтобы рыбка себя чувствовала получше на верхний крючок насадил тесто на нижний кукурузу причем так чтобы чуть-чуть торчало жало добавляем и другие и вы обмотает осуществляется Нормальный. Нормальный, нормалёк. Нормальный. Нормальный. Ну какой хороший, предзачетный карасинка. Ну тут, давай, укладываем, укладываем, кушай, кушай, не стесняйся. Давай, 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 это наверное крупняк. Так, сейчас заглотит. Ну давай. Что ж так не уверенно-то? Пережевывает, что ли кукурузу там? Давай, 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 давай. Здравствуй, Карасевич. Ну какой. Что, ну какой-то шиво. Клюет очень, очень вяло. Очень осторожно и очень нехотя. Я так думаю, что клевать он скорее всего будет всё лучше. Я так люблю. Я так люблю. Я так люблю. Вот. Вот эта рыбка клюнула сейчас, мощная Ой-ёй-ёй-ёй, тут нормальный карась Ой-ёй-ёй-ёй, тут рыбка, тут рыбка Белочки такие предательские, у него прям надо подсекать Ох, вот это да, вот это лапоть, щёткий вообще огонь Огонь Полки у него не меньше Какая свинка хорошая Ох, ты, сучка, убежал Жалко, самый крупный за сегодня был Стопроцентный полкилошник Поклевки такие предательские Притопит чуть-чуть и всё Пойди разбери, что ты карась клюёт, причём крупный Топроцентный полкилошник Рыбка 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 Собираю шмотки, отобегиваю крысы, клёв прекратился, время половины третьего, пойду и залезу в машину, кимарну часок и потом на утренний клёв. Товарищи, время 4.30. Немного я покимарил, начало расцветать, пора добавлять самых крупных карасей. Потихоньку начинает заниматься рассвет, но тем не менее поплавка всё равно до сих пор не видать, а значит буду использовать светящуюся антенну. Утро проходит в нечастых поклёвках мелкой белой рыбы, которые у меня даже нет никакого желания снимать. Стало настолько светло, что сейчас я буду снова переходить на рыбалку с обычным уже не светящимся поплавком. Может быть нам повезет и мы поймаем еще парочку карасиков за это утро. Но здравый смысл говорит мне о том, что скорее всего этого не будет. Вот такая от шелупень клевет. Караси нету, несмотря на такое чудесное утро. Караси по-то ушел. Теперь его только вечером жди. Закончились у меня силы, глаза слепаются. Стоял я ночную вахту по карасям. Ну и сейчас буду собираться потихонечку и сваливать домой. Домой ехать еще довольно-таки много, так что наверно где-нибудь остановлюсь по дороге вздремну. Для меня это бесценный опыт в лове карася на поплавочную лодочку. Почему? Потому что я даже предположить не мог о том, что в, казалось бы, таком абсолютно безрыбном по дневному лову месте могут прийти такие хорошие рыбы. Видели, да, карася, который нам клюнул сегодня, который из рук у меня выбежал? Я думаю, что если бы я сегодня остался здесь на ночь, то у меня улов был бы намного получше, чем сейчас. Потому что я ночью поигрался с длинными поводков, понял, что есть в этом определенный смысл. Когда карась менее активен, то ставишь ему поводочек чуть-чуть подлиннее, он тогда получше берет. Ну, в общем, есть определенные мелкие нюансы, которые позволяют ловить карася более эффективно. Вот такие вот карасики клевали ночью. Страшненькие такие, прям... Интересно. Самый крупный убежал. Эти все какие-то спорованные вертами. Видимо, уже не раз их кто-то подсекал. На окно. Я их отпущу. А я их отпущу. А я их отпущу. Вдох. Очень неудачно. А я их отпущу. Субтитры сделал DimaTorzok